наверное вы слышали о таком феномене как состояние зои до пятьдесят шестом году в самаре тогда куйбышевы вам рассказывала что мой дед служил тогда в конной милиции стоял в оцепенении дома где стояла зоя не допуская туда людей что это было правда это или искусственная фальсификация это искусственная фальсификация как могла девушка танцевать с николаем чудотворцем окаменеть вся система верования и уверований очень часто связано с колоссальными элементами фальсификации таким образом власть имущие даже религиозно власти мучие стараются таким образом удержать во своем внимании большую паству для того чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать ссоре что я это говорю конечно же сразу же кто-то скажет но они же не могут без денег жить ну да они не могут без денег жить но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными согласитесь можно быть более скромными ведь в стране где бабушки получают два спала где бабушки тратят две с половиной долларов в день на еду строить такие возвоения стоимостью в миллионы долларов мне кажется это очень неэтично и никак не экологично по отношению к людям может я что-то неправильно понимаю ну все-таки по поводу зои которая окаменела не могу сказать ничего понятия не имею не знаю окаменел возможно но я думаю что случай если человек окаменел то это потеря жизни и это не идет от добра бог создает людей для того чтобы они прожили и пожили радостно до старости вкушая плоды созданной его для них жизни в красоте и радости а в случае если человек жил был здоров радостен и после этого окаменел то наверно все таки это не очень конструктивные силы сделали забрать жизнь обычно говорят что забирают жизнь прекращая жизнь человек это нехорошо